Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я как офицер оставил с собой, у меня был с собой паспорт и удостоверение Вы младший лейтенант? Лейтенант Лейтенант Вы что закончили? Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище Можете командира курса назвать? Командир роты Командир? Майор Шуравин Ну хорошо Соцсеть есть у вас? ВК, Инстаграм, например? Да Как вас в Инстаграме нужно найти? Можете сами, я вам дам ввести свои данные? Еще раз Нет, тут не нажатием, тут вот так вот оно Раз Все понял Спасибо, что такое Слушай, ну тут Тут уже просто опубликовали что-то на его странице При взятии в плен уже были опубликованы Лекса 5175 Это кто? Это его, правильно? Там Там я и мой подчиненный С девушкой тут И его публикация как его в плен попал Лекса 5175 Все, больше ничего доказывать не нужно Если совсем отбитые, они уже не поймут Значит, Лекса 5175 Да, вот Инстаграм Ну, я просто смотрю ваши фотографии Даже не открывая Просто вот так вот смотрю Вот вы с девушкой Вот вы там с друзьями Вот вы там еще где-то Нормальной жизнью жили, правильно? Да Ну, себя развлекали Еще раз Лет вам полный сколько? 21 год 21 год Очень молодой человек Вам нужно было вот это вот все, что с вами Про это все случилось? Если бы вы знали наперед, что будет Что бы вы сделали? Я попытался любыми способами отказаться от этого Но я считаю Я не знаю, как оно получилось бы Поэтому, ну, скорее всего Я бы пытался бы по болезни Как-то от этого от всего отмазаться Я смотрю здесь вы и ваш подчиненный Расскажите кратко историю о том, как вы попали в плен Ну, с момента там отправки вас на учение Я уже знаю наперед, что у вас скорее всего Получается, 24 февраля В 7 утра была пересечена граница Задача захватить аэропорт города Чернигов А, то есть вам все-таки доводили задачу, да? Нам 23 числа Давайте изначально 20 числа мы прибыли в Брянскую область, село Лысое Были выгружены эшелоны 20 числа До 23 числа мы ставили палатки и размещались Нам было указано, что мы прибыли на учения Мы ставили палатки и маскировали 23 числа был построен личный состав роты Было доведено то, что мы действуем как Ну, как, грубо говоря, в 2014 году было в Крыму То есть мы заходим, доходим до Черниговского аэропорта Не встречая сопротивления Вы были уверены, что не будет сопротивления? Да Вам доводили, что не будет сопротивления? Нам сказали, да, то, что мы зайдем За три дня дойдем до аэропорта И вернемся в пункт постоянной дислокации Как вы себе представляли отсутствие сопротивления? И почему вы думали, что оно будет отсутствовать? Я себе этого не представлял Я молодой, как бы, офицер У меня не было опыта И, ну, скажем так, я не подумал Потому что не было времени думать Нам 23 числа днем довели А 24-го мы уже пересекали границу А вы доводили до личного состава? Да, всем сразу было доведено Как мне, так и личному составу Ну, первый случай Обычно все говорят о том, что Ну, может быть, один из них Да, когда говорят о том, что вы точно знали Куда вы идете Потому что все почему-то говорят, что Не знали Просто посадили и поехали Ну, окей, хорошо Но вы говорите, не было времени у вас подумать И все такое прочее А вы можете вспомнить вот свои мысли Свое обращение, свое отношение Вот к Украине вообще К украинцам Что вы думали? В какую страну вы идете? У меня отец родился в городе Одессе И на данный момент у меня там проживает тетя Я с ней не общался довольно долгое время И я, скажем так, не интересовался политикой Я молодой Нам не агитировали нас Не говорили то, что здесь есть фашисты Но я этим не интересовался Я человек военный И, ну, просто вот Выполняю приказы Как оно получилось, так оно получилось Я не собирался ехать на войну Кого-то убивать Сказали Без сопротивления нужно Вам сказали, что вы должны без сопротивления взять Черниев Каким образом это должно произойти, вы не подумали Да, я не подумал об этом И все Ну, если сейчас на данный момент Понимая уже, как все произошло Что вы можете теперь об этом сказать Было ли сопротивление? Как развивались события? Мое подразделение не вступало в бой Я не видел Ну, скажем так Нам же задавали вопросы Меня взяли 4 марта Меня довольно часто спрашивали До 4 марта Вас ни разу не обстреляли? Да, нас ни разу не обстреляли Я не видел Горевшие машины Ничего этого не видел Ну, как-то у нас это все миновало И... Где вы были до 4 марта? В селе Полуботке Черниговская область Вы зашли туда и остановились там? Зашли туда и остановились И у меня была задача Прикрывать гранатометный взвод Я пехота Мы защищали Ну, охраняли гранатометный взвод Получается Гранатометный взвод чем занимался в то время? Контролировал дорогу Ну, там стояли блокпосты Как нам сказали И он охранял дорогу На случай отражения нападения Так, ни выстрелов, ничего? Я слышал артиллерию Но я не знал откуда, куда Да, то есть довольно далеко Артиллерия стреляла Ну, я не разбираюсь Не знаю, что стреляла И 4 марта Я со своим подчиненным Пошел набрать воды Там была колонка Как бы в населенном пункте И... Ну, мы пошли в совсем другую сторону От дороги, получается Ну, как бы в тыл Где мы были встречены Разведчиками И мы... Ну... Они как бы внезапно вышли Нас было двое Мы не оказывая сопротивления Ну, не оказывая сопротивления Мы сдали оружие И... А почему вы так поступили? Почему сдались в плен? Да Почему? Я не хотел никого убивать И я не собирался умирать Мне 21 год Как бы... Ну, я просто пытаюсь понять Вы к тому моменту Все-таки уже поняли Что идет война, наверное? Да, да Ну, потому что Как бы я слышал выстрелы И... Я надеялся то, что Развернут нас И мы поедем домой Я... Не хотел этого всего Ой... Ну, просто как бы... Понимаете, сомнительные мысли Что сзади, что спереди Ну, я просто уже на тот момент Не знал, как бы Как оно все повернется И на данный момент Мне говорили то, что Как бы все мои Ну, военнослужащие Которые были в моем подразделении Они уже все мертвы Потому что Когда они отступали Их всех расстреляли Ну, с артиллерии расстреляли А это вы не знаете? Это вы знаете из... Из слов Из слов, я знаю, да Поэтому... Ну, и на тот момент Я тоже догадался Что так может быть Поэтому... Ну, понятно Поэтому умирать не очень-то хотелось И вы как бы поняли уже Что происходило Хорошо, а что вы кушали До 4 марта? До 4 марта У нас Получается 9 дней Я был На территории Украины До плена Нам были выданы Сухпаи На четверо суток Четверо суток У нас была остановка У меня нет машины Одна машина отсталась Пока я ходил Искал машину Там была большая колонна Я прошел вперед Зад колонны В этот момент Скрыли продуктовые магазины Там было 4 продуктовых магазина На центральной улице Их скрыли Я не знаю Кто давал команду На вскрытие магазинов И я Ну, не слышал Ну, как бы Не знаю Ну, не подумайте Что меня интересуют Такие прям детали Меня интересуют Ну, как бы людям уже нечего Было есть И больше ваши Ваши мысли Ваши отношения Вы же понимаете Это Украина Да Никто с хлебом Солю Как бы не ждет То есть Тоже, наверное Вы уже должны были понять Вы зашли С оружием С техникой Вскрываете магазины Чужие И Вы себя чувствуете Кем в этот момент Миротворцем Хорошим человеком Плохим человеком Что Ну, не знаю Опишите как-то Своё состояние Ну, я считаю То, что нас обманули Ну, это Мягко Сказано Кого-то Вот Как вы говорите То, что Вы сказали То, что я первый Кто говорит То, что Знал Куда иду Ну, как бы Всем Всех обманывали Учения Нам это Первоначально Тоже говорили Учения И в последний день Почему так получилось Почему именно Вашему подразделению Довели остальным Я не знаю Честно Не знаю Почему так Но Я считаю Все подразделения Ну, тем или другим способом Они были Как бы В это всё втянуты Я не считаю То, что У русских Ну Воинов Было какое-то желание Вступать в эту войну Ну Я не думаю Никто не был настроен Против У вас телевизор В камере есть? Нету Нету Ну, вы видели Что осталось После ваших воинов В Буче В Бородянке Рассказывали, да Ну, это кадры Которые не поддаются Вообще никакому описанию Это изнасилованные дети Это расстрелянные В затылок Завязанными руками Мирные жители У нас уже были Несколько людей Которые В принципе Рассказывали Об этом О том Как всё это Происходило Это люди Вообще Или что? Как можно? Ну, вы говорите У российских воинов Не было Никого желания А вот мы видим Они ушли Из мирных городов Пригородов Городов Сёл И там Кромешный ад Просто происходит Они оставили за собой Я не знаю Кем это могло Быть совершено Потому что У меня Вот я уверен Что мои подчинённые Не могли бы Такого сделать Потому что У меня подчинённые Ну, как бы Возрастная группа Моя И там не было Таких людей Плохо настроенных Я не знаю Может Ну, я не знаю Возможно ЧВК Или Какие-то другие Национальности Может Ну, я не знаю Честное слово Кто мог такое сделать А вы допускаете такую мысль Что, может быть Это сами украинцы Расстреляли своих Людей Каким-то образом Мне кажется, нет Я не думаю так А что вы можете сказать Тем россиянам Которые считают Что сами украинцы Это всё сделали Ну, например Как можно прокомментировать Почему раньше Украинцы Не расстреливали Свои города Не насиловали детей Не расстреливали людей Не мародёрили Не вытягивали Всё подряд Из квартир А произошло это Только именно тогда Когда туда зашли Российские воины Как вы их называете Я не знаю Как ответить На данный вопрос Хорошо Ну, потому что я Как бы не считаю То, что это сделали Украинцы Хорошо Скажите, пожалуйста Вот Ну, вы же, наверное Изучали чуть-чуть историю Да Хотя в самых общих чертах Кино смотрели В конце концов Да Чем россияне Отличаются в данном случае От фашистской Германии Которая вторгла Советский Союз В данной ситуации Вот Я считаю То, что ничем Ну, я слушал радио Смотрел телевизор Первое время Тут, да, знаете Даже без радио Без телевизора Потому что вы же сейчас Смотрите Или слушаете Наши Наши каналы Наши обещания Россия не могут Посмотреть Сказать А, ну так Ему же там уже Эти вот Укра В общем, как они их там Называют Рассказали Просили не совмещать Вот эти вот Обидно На самом деле Многим украинцам Это такое вот Слышать Из ваших ощущений Из того, что вы видели Вы зашли Вот В чужую Страну С оружием И так далее Чем, в принципе Вот вы отличались От фашистов В фашистской Германии Тем, что Фашист Ну Германия Она знала Куда она идет И зачем А мы Нет Ну я так считаю Ну тут можно Можно предположить Что Германия Тоже Не все Не все Солдатики молодые Не все офицеры Знали и понимали Куда они идут Да У них, конечно Шла пропаганда Более Открытая И прямая Перед вторжением Но ведь Такие у вас же По телевизору Все это время Рассказывали о том Что в Украине Здесь идти Послушать Вашего этого Покойного Жириновского Да И всех остальных Прочих Они же Они же прямо Рассказывали о том Что Украину Надо задушить Раздушить Раздавить И так далее Кадыров Перед этим выступал Рассказывал Я до Киева Дойду Три дня Мне дом Надо сказать Только сходи Я приду И тут всех Вот А потом В результате Все что он смог Сделать Это пару селфиков В бункере У вас У вас же Была открытая Пропаганда Против Украины У нас Не было Пропаганды И как я уже Сказал Я не интересовался Политикой Поэтому Я Тут вопрос Вы не интересовались Политикой Не смотрели ТВ Российское Или у вас Не было пропаганды У нас Не было разговоров Между собой Об Украине И Но по телевизору То они были Постоянно Я не смотрю Телевизор А Ну тогда понятно Тогда более понятно Еще раз Меня все таки Я же говорю Меня интересует Ну поймите Это Такой себе Кинематографический сюжет Меня как журналиста Интересует Вот Вы стоите Вы молодой офицер Вы Не замарали себя Ничем В своей жизни По сути Скорее всего Да А какой Ваш жизненный путь Закончили Вуз соответствующий Пошли в армию Приехали в Украину И вот вы стоите Видите Как ломают В чужой стране Магазины Потому что Нужно Покормить Собственно говоря Вот Всех остальных людей Которые с вами Зашли Что вы думаете В этот момент На тот момент Я думал Что нельзя Этого позволять И Я сразу Построил Подчиненных Мне людей И я сказал Что Такого не должно быть Но так же Я понимал Что Людям нечего есть И я сказал Можете взять Необходимое Вода Ну там хлеб Что-то То что можно съесть Яйка млека Ну фашисты тоже ходили По селам И говорили Яйка млека есть У людей Было же такое Яйцо молоко Ну они так говорили Так Вот вы Не знали Допустим Да Ну Вы знали Что Вы говорите Отличались От фашистов Тем Что фашисты Знали Что они Идут Войной Да А вы Думали Что вы Идете С миром Для того Чтобы Просто зайти И прогуляться Да Ну то есть То что вы Не понимали Что вы Идете Войной Это извините Просто чисто В меру Ваших Каких-то Недоинтеллектуальных Способностей Знаете Ну извините Меня Но Когда Офицера Отправляют С оружием На Боевой технике И со взводом Со своим Да В чужую страну Суверенную И говорят Вы просто Просто пройдетесь Без сопротивления А у него Не закрадывается Мысль о том Что сопротивление Будет Это говорит О недостаточной Развитности Просто Ну чисто Интеллектуальной Поэтому Если предположить Что вы должны были Предположить Что будет Да Ну должны были Ну согласитесь Вы же должны были Предположить Что будет Да Должен был Ну так чем Все-таки Отвечаетесь От фашистов Потому что И те Знали Куда они идут И вы Должны были По крайней мере Знать Куда вы идете Еще раз Сталкиваю У кого-то На какие-то Ответы На самом деле Здесь Просто Все очевидно Окей Хорошо Как попали в плен Вот интересно То есть Ну вы Пошли Куда-то Встретили Разведчика Да Они Да Мы пошли Я с подчиненным Пошел за водой Набрать воды И Четыре разведчика Вышли Со стороны Ну то есть Мы их не видели Нам крикнули Руки вверх Ну и сдавайте оружие Я Ну Мы не долго думая Положили оружие И сдались в плен И все Да И все Ну далее Были Нас Нам смотали руки Сзади И уже Повели Я слышал Сзади выстрелы Как нам сказали То что Три моих подчиненных Шли за нами И они пытались Оказать Противодействие Ну Я не знаю Оказать Спротивление Как Звали Ваших Этих Подчиненных Я не знаю Кто за нами шел Сколько у вас Личного состава Было 18 человек А 18 человек Угу И И после этого Что было Дальше Вас взяли в плен Ну я вижу Опубликовали В инстаграме То о чем Вы говорили Да И дальше Что вас пытали Издевались над вами Били вас Что происходило Нас Отвезли Я не знаю Куда нас возили Первые сутки Допрашивали Разведчики Контрразведчики После чего Отправили В Черниговское СИЗО Где я находился Месяц Не надо называть Точные места Где вы там находились Или находитесь Знаете почему Не надо их называть Почему Ну вы Вот здесь Находитесь Давно Два дня А два дня Значит Ну как раз Последние два дня Не стреляют А вообще Мы предполагаем Что Для того Чтобы вы здесь Много не рассказывали Сюда может прилететь Российская ракета Я понял Ну То есть Я не знаю Как вы относитесь К этому Да С учетом С учетом Их поведения В пригородах О которых мы уже говорили И вообще Мы не считаем это Фантастическим сценарием Вот Поэтому мы просим Не говорить никогда В местах Где вы находились Или находитесь Ну окей Тем не менее Хорошо В Чернигов вас привезли В СИЗО Вы говорите Дальше Я находился там Ну и все После чего Меня Это первое Перевели сюда Хорошо Одного парня Уже С которым я Вот здесь Вот общался Передали России По обмену И он Сейчас Рассказывает Историю О том Что Видел Слышал Много пыток В частности Над артиллеристами Не с одним Артиллеристом Я здесь За все время Не пообщался Его здесь Просто не было В этом месте Ну это ладно Окей Вы много здесь Пыток видели Вот в этом Конкретном месте Нет Я не видел Мы сейчас Находимся Так называемая Следственка Да Здесь проводятся Следственные действия Здесь за дверью Кто-то кричит Кто-то смеется Кто-то над кем-то шутит Кто-то Кого-то зовет И так далее Люди Которые нас смотрят Из России Задают вопрос Вы прямо во время Интервью Пытаете Да Пытают здесь Кого-то во время Нашего с вами Интервью Нет Не пытают Хорошо Давай позвоним Тогда Вашему отцу Только Вы должны будете У него спросить Дает ли он Право На то Чтобы вы поговорили Под запись Сказать почему Так делается Скажите Потому что Потом Его К нему приезжают Спецслужбы России И заставляют Его писать Нотариально заверенное Письмо В Ютуб О том что На него Оказывалось Какое-то давление И наши ролики Блокируют А зачем мы снимаем Эти ролики Как вы думаете Чтобы предотвратить Дальнейшие Какие-то действия Со стороны Нашей страны Ну в общем Да А это хорошо Или плохо То что вы делаете Ну то что мы пытаемся Предотвратить Да это хорошо Конечно Это хорошо Спросите пожалуйста Дает ли он Согласие И дальше Говорите Прошу прощения Ну вообще Обычно Даем нормально Поговорить И тоже Так же задаем Соответственно Ну раз Ваш отец Не желает Но тем не менее Да Разговор ваш Не попадет в запись Но тем не менее Он говорит Никто ни в чем Не виноват Вы согласны С этим утверждением Я не согласен С этим Не согласен Я ну Не знаю Как бы Не знаю Пропаганда Наверное Сильная Сильная пропаганда Я Здесь уже Ну как бы Понял Ход событий Там Что Как оно На самом деле Происходит А что вы Понял Я понял То что Ну У нас дома В России Просто Ну пропагандируют Закрывают глаза Показывают Совсем другую картинку Вот даже Сейчас Как бы Ну У нас Людей Это же Уже Хоронят Просто Даже До кладбища Не успевают Довести Просто Девят Могут Могли Мама Похоронила Дочку В той же Буче По-моему Да Это в общем-то Во всех Прям Под подъездом Там накрыла Шифером Куда-то И Как-то Потому что Не было Другой возможности Дочку Мама Похоронила А ваш папа Сейчас говорит То что Они там делают У них Ничего не получится Кто Что у нас Делает Что у нас Не получится Что 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 происходит Вообще Чему они Вот Пропаганда Ну есть же Какие-то Есть же Предел Какой-то Наверное Не знаю Я Я сам Не понимаю Я удивился Я еще раз Повторяю У меня отец Сам Родился В Украине В городе Одесс А где он Работает Он Сейчас Работает В охранном Предприятии Бывшие военнослужащие Тете Не хотите Позвонить В Одессу Она вам Интересно То же самое Расскажет Или нет Я с тетей Не общаюсь Я не знаю Не общаетесь Да А что значит Его фраза Ничего У них Не получится То что Они делают Ничего У них Не получится Я сам Не понимаю А почему Он боится Говорить С вами Почему Ну ладно Под запись Не хочет Человек Говорить Все Ладно Вы пошли По 25 Кругу Что нибудь Можете Передать Людям Которые Вас Смотрят И Посмотрят И Тоже их там Может быть Отправляют сюда Россиянам Что Что Можете Передать Если Хотите Что Передать Здесь Нет В Украине Фашистов Каких-то Националистических Движений Это Все Обман Пропаганда Зомбирование Людей Как говорят Националистические Движения Есть Почти В любой Стране Просто Россияне Возвели В культ Как будто Кроме них У нас Больше Ничего Нет В Украине Я думаю Что у нас На националистические Движения Препадает Такой же Коэффициент Примерно Как и в России Среди населения Ладно Окей Несколько Простых вопросов Напоследок Что такое Русский мир Как Что такое Русский мир Ну Я здесь Довольно Часто Слышу Это выражение И Ну Не то Что вы услышали А вот То Что Вы Об этом Думаете По возможности Я У меня Нету Своего Мнения Как бы Я вот Говорю Что Я Здесь Наслушался И об этом Все Думают Очень Плохо Здесь Как бы У меня Нету Представления Об этом Своего Жизнью В России Вы Вообще Довольны Блин Да Путина Уважаете Нет А Есть ли Свобода Слова В России Да Вы Не Видели Никогда На митингах Людей Задерживают За пустую Бумажку Или просто Задерживают Людей Ни за что Здесь Видел По телевизору А там Не видели Там Я Не ходил На митинге Ну Вы же Не смотрели На телевизору Да Ну так Вы считаете Это Свобода Слова Когда Людей Задерживают Ни за что На митингах Я считаю Нет Но У нас Как бы Прописано В Конституции Такого Не должно Быть Вы Себе Российскую Армию Ранее До вторжения В Украину Представляли Более Сильной Или Вы Как-то Изменили Мнение О вашей Армии После этого Вторжения Я Изменил Мнение Скажем О командовании О вышестоящем Командовании Об армии Я знал Ну То что Все не очень Хорошо А Действия вашего Командования Например По пятибалльной Шкале Как бы вы Могли оценить Скорее В отрицательном Направлении А Отношение К вам Как к пленному По пятибалльной Шкале Да Допустим Четыре Четыре А что Хотелось бы Лучше Ну Скажем Так Здесь Все хорошо До этого В Чернигове Как бы С питанием Были проблемы Вы знаете Что Чернигов Был в блокаде Тридцать Тебя не слышно Плохо слышно Чернигов Был Чернигов Где вы находились До этого В блокаде Был Находился Тридцать Дней Его Обстреливали Со всех сторон Люди В Чернигове В подвалах Сидели При нулевой Температуре Без еды И без воды Неделю В частности Его мама Две Недели Две Недели Еще раз Пожалуйтесь На питание В Чернигове Так я просто Лучше понял Я не буду Желать Нет Ну Вас Чем-то Кормили А там Жители Самого Чернигова Ничего не ели Вообще Да я понял Вы понимаете Это Это реальность Это факт Тут факт Чекинг Можно провести И выяснить То что я говорю Меня спрашивают Иногда Почему мы должны Вам верить Почему мы должны Верить Что вы Например Говорите со мной Добровольно А потому что Здесь звучит Огромное количество Деталей Которые можно Сопоставить Из открытых Источников И выяснить Во-первых А во-вторых Мы изначально Даем всю информацию Открыто Россия уже Пятый раз Изменила свою Позицию Вообще Непонятно Вы кстати Вообще считаете Это спецоперация Или это война Это война А вот в России Так не считают Там считают Что это Какая-то Спецоперация У меня нет Больше Спасибо вам Спасибо Если хотите Что-то добавить От себя Можете добавить Или что-то Спросить Может у нас есть Может к нам Какие-то вопросы Да у меня нет вопросов Спасибо Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому